Здравствуйте, Сергей. А что вы сегодня будете о чём рассказывать? Я ни о чём. А, вы просто как зритель, да? Гость, гость. А, как гость. Я думал, вы будете какую-то лекцию читать, может, тут тоже? Нет, ну, если попросят, прочитаю, конечно. А, ну да. А раз по ходу дела, как там у вас дела с аккумуляторным заводом? Я слышу, что вы уже, наподобие как в Куропатах, сделали свинцовую стражу там возле завода. Значит, люди с 3 травня, с 3 мая дежурят круглые сутки около завода, вот, фиксируют все нарушения. Завод, дело в том, что проходит сейчас стадию, как это называется, пусконалочных работ, вот, а на самом деле он работает на полную мощность, то есть он производит аккумуляторы. Там было, активисты словили машину с аккумуляторами один раз, по ночам он дымит, там начали помирать муравьи, птицы, вот. Завод должны были принять 28-го травня, приемка должна была произойти, но тот человек, который принимал экспертизу, Рачевский отсюда, он даже не приехал, потому что Лемешевский не может выйти никак на 3 килограмма в год по выбросам свинца. Он никогда не выйдет. Вот, ну и сегодня, я знаю, там приезжали Нью-Йорк Таймс, тоже делали репортаж, и последние новости нам скоро появятся в Америке или в России. Там московский офис приезжал сегодня, некто Хиккинс. Вот, ну я думаю, что закроем мы завод. Может, как бы не сразу, но... Но надеюсь, что нас не постигнет судьба вот этого известного латиноамериканского городка Эль-Мизи. Дело зависит от людей. Если люди готовы умирать, если, ну, если люди боятся потерять работу и готовы отравиться свинцом, ну, мне кажется, что с нацией что-то происходит, потому что, ну, так не должно быть. Это просто инстинкт самосохранения. И если сейчас белорусы не будут... Это же не только в Бресте, это Светлогорск, это Новобед, Гомель, там... Могилёв тоже. А? Могилёв. Светлогорск, Могилёв. И если белорусы не будут сопротивляться, так просто нации не будут. И так как бы нету. Так правильно, те нации, которые слабые, они сходят с мировой сцены. То же самое ждёт белорусов, потому что одни боятся потерять зарплату там в 300-400-500 рублей. Но это смешно как бы. А где годность, а где самосознание. Потому что, если нет, ну не буду, я предсчитаю, по-свенцу. А то... Вось? Спасибо, Сергей. Удачи Вам. Вам так само.